здравствуйте меня зовут митин альфия и сегодня мы будем готовить медовик и влива значит для этого мы берем яйца сахар масло и мед и смешиваем в одной миске затем ставим в водяную баню а дальше вам все покажу эти можно и на силиконовых листах катать теперь мы туда добавляем соду гашеную и уксус столовой 9 процентов мы добавляем сюда муку муку добавляем постепенно то есть добавляем и мешаем потому что если добавить полностью всю муку будет очень тяжело мешать добавили чуть-чуть размешали обязательно со стенок счищаем потому что когда при дальнейшей варке там будет сахар кармелизоваться нам надо определенный цвет дождаться у медовика потом уже продолжать с ним работать чтобы прям комочков не было как следует размещать ничего бояться не нам главное не обжечься от пара завешиваем вторую часть муки который мы будем использовать варим его до тех пор пока он не начнет менять цвет вот такая масса у нас должна быть получить в итоге это с первой партии муки как риска высыпаем муку на стол всю муку высыпаем и начинаем его вымешивать я стараюсь конечно не всю муку задействовать я смотрю уже по плотности теста потому что если она будет совсем плотная естественно это будет не очень хорошо потому что будет тяжело катать я могу чуть-чуть отодвинула потому что она уже я чувствую что будет лишнее в принципе все вот наше тесто готово теперь мы можем его вами разделить 9 у нас получилось а корши скалка с крутящимися ручками очень удобная вещь и начинаем потихонечку подкатывать под наш пергамент размер когда катаем на пергаменте мы подсыпаем сюда муку обязательно на пергамент чтобы было легче катать тесту толщина теста видно как раз ту муку которую мы подсыпали на пергамент если присмотреться поближе то получится вот прям вот мука там идет прям прозрачная прозрачная вот эту дырочку которая у нас здесь случайно образовалась можно вот так вот заделать отлично если кто будет работать на пергаменте именно раскатывать можно себе сделать трафарет чтоб они прям были идеально ровные очень люблю крем-брюле с маракуйи потрясающий десерт конечно особенно когда туда еще идут семечки маракуйи очень вкусно вообще крем-брюле люблю раскатали значит мы тесто и теперь мы ставим все отпекаться температура 190 градусов но надо смотреть если печь с конвекцией эту конвекцию отключаем только вверх-вниз минут пять это как минимум а так будем смотреть потому что печки все разные тогда даем время сейчас я вам скажу сколько прошло 4 48 мы отпекли корж у нас здесь воздушные пузыри их не должно быть что мы делаем смело так берем за пергамент и переворачиваем смело на стол и вот так прижимаем или полотенчиком если кому-то горячо он прижали чтобы полностью убрать эти пузыри они нам будут мешать когда будем слоить будет нам мешать картина должна быть вот такая вот пузырей нет он плоский бывают такие печи что печется с одной стороны нормально с другой стороны ненормально здесь он золотистый а вот здесь белый лучше конечно вот так перевернуть лист и допеть чуть-чуть а там уже регулируйте сами теперь сейчас мы ждем полного охлаждения и потом потихонечку будем снимать с пергамента снимать аккуратно а иначе может все остаться в кружку превратится лучше друг на друга не класть пока пока не 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 подостынет сейчас мы делаем крем на медовик сметана и сахар оставляем на столе до растворения сахара потом уберем в холодильник готовность крема определяется по тому как растает сахар сахар растаял сметана готова можно клеить коржи у нас остыли крем готов теперь мы можем склеивать медовик берем первый слой кладем взять посуду желательно для этого медовика так как у нас идет все-таки сметана а сметана это как продукт жидковатый лучше что-нибудь поглубже и обязательно его надо постелить сюда пергамент для того чтобы когда мы будем прослаивать мы будем надавливать на медовик чтобы он принимал хорошую форму не совсем давить но надавливать и сметана может вытекать поэтому нам надо что-то такое поглубже дабы ничего не испачкать вокруг все начинаем склеивать надо стараться так чтобы изначально все шло по периметру нашего коржа а когда мы надавим на него вторым коржом сметана уже ляжет как ей надо если сделать не очень много сметаны тогда получится суховатый медовик а нам надо чтоб он прям стоял бар снимаем медовик с пергамента просто переворачиваем снимаем взяли 2 положили и придавили и можно делать половником кому как удобно сейчас мы его склеим он будет высокий на следующий день он просядет чуть-чуть а вот верхний слой я кладу всегда не вот этой стороной а именно со стороной который сняла пергамент она более ровная так промазали значит мы это все дело теперь вот здесь тоже надо по возможность промазать вафельная крошка конечно вкус дает вот прям бомбически мне нравится такая самодостаточная вещь крошка сразу говорю она сейчас хрустящая но когда она постоит месяц со сметаной она уже становится вообще не хрустящую теперь как выровнять кладем пергамент берем что-нибудь можно взять доску если она подходит по диаметру и вот так вот чуть-чуть 3 до то что там сметана куда-то пойдет ничего страшного мы для это взяли глубокую посуду придавливаем чуть-чуть его все снимаем и вот он ровный так медовик и влево готов мои рекомендации по нему если хотите его быстро съесть можете сейчас с ложками сразу но лучше конечно чтобы он постоял при комнатной температуре если вы планируете есть сегодня вечером где-то примерно час потом убрать в холодильник а если уже завтра для гостей то можете смело сейчас убирать его в холодильник можно ничем не накрывать приятного чаепития мишка движонки такой хороших мишка движонки мишка Субтитры сделал DimaTorzok